Будущий духовно-просветительский центр. Вот он, прямо за моей спиной. Его строили, что называется, всем миром. Помогали как крупные меценаты, так и обычные прихожане Каннска. Сейчас строительство вышло на финишную прямую. Открытие центра намечено на 1 сентября. Этот класс будет принадлежать детской учебно-воспитательной группе, то есть младшей группе. Здесь будут заниматься детки младшего возраста, примерно до 12 лет, которые будут здесь изучать закон Божий и, соответственно, евангельские основы. Отец Виктор с удовольствием рассказывает нам о новом классе для воскресной школы. Здесь практически все готово к занятиям. Есть мебель, доска, шкафы для книг. Рядом за стенкой конференц-зал на 50 мест. Все по последнему слову техники. Хай-тек-кафедра для выступлений, доступ в интернет, проектор. Здесь каждый желающий сможет узнать все о Слове Божьем. Как говорить о важности или как можно переоценить этот центр? Как можно представить себе школу без класса, где занимаются ребятишки? Да, точно так же и духовно-просветительский центр получит, будет, наверное, началом многих духовных начинаний наших каннских жителей. Кроме того, духовно-просветительский центр оснащен собственной кухней и трапезным залом. Это удобство позволит расширить функционал центра, ведь занятия можно будет проводить практически беспрерывно. Духовно-просветительский центр будет выполнять несколько функций. Это, конечно же, образовательная функция, миссионерская функция. Здесь будет размещаться также воскресная школа. Воскресная школа будет работать и для детей, и для взрослых. Здесь будут проводиться лектории с участием профессорско-преподавательского состава Московской духовной академии, Смоленской духовной семинарии. Стоит отметить, что все готово лишь внутри центра, в то время как снаружи все еще идут строительные работы. На их завершение священнослужителям еще предстоит собрать порядка полутора миллионов рублей. Но, как говорят благочинные каннского прихода, с Божьей помощью получится все. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости.